Ребятушки, ребятушки, сегодня я вам покажу вещи, которые вы еще не замечали в Брукхейвен. И это будет очень интересно, которые добавили в новом обновлении. Мы начнем, ребята, с того, что у нас в новой обнове вышла новая полиция. Да, у нас новый теперь полицейский участок, абсолютно другой, не такой, который был раньше. И мы сейчас, ребята, полностью посмотрим, что же там такое. Итак, я, кстати, этого не делал, я еще там даже не был, потому что я был занят, я искал секреты. И теперь самое время, ребята, пойти и посмотреть что-то помимо секретов. Хотя, может быть, мы там найдем с вами какой-нибудь интересный секрет. Ну что, ребята, давайте не будем терять времени и двигаться в полицию. Во-первых, как вы могли уже заметить, изменились шрифты. Изменились шрифты в полиции, ребята, представляете? И мне интересно посмотреть на новое место. Новое место, можно даже сказать секретное место в полицейском участке, которое очень-очень интересное. Итак, давайте глянем. Я не слишком хорошо помню, что у нас здесь. Давайте самое главное. Есть ли индикатор? Да, ребята, индикатор есть. Но, кстати, мы хотя бы уже знаем, что разработчики что-то делали в этом полицейском участке. И я подумал, может быть, вот этот индикатор, когда мы его включим, у нас что-то появится здесь? Вот мне интересно. Давайте попробуем сегодня это сделать. Итак, мы здесь находимся и видим то, что у нас теперь у каждой, каждой, ребята, ячейки теперь есть подпись. Написано, что это ячейка номер один и ячейка номер два. Ну, либо комната, камера, не знаю, называйте, как хотите. И мы можем теперь зайти. И там еще звук даже воспроизводится. Я, правда, без звука играю в Брукхэм, потому что я не понимаю, зачем мне тут звук вообще нужен. И мы видим, ребята, абсолютно то же самое. Тут у нас тоже есть вот такая вот решетка, благодаря которой мы можем свалить с вами и бегать вот здесь, радоваться жизни. Где, кстати, абсолютно ничего не видно. Давайте возьмем хоть, я не знаю, камеру там что ли. С камерой будет хоть видно? Ну, с камерой хоть чуть-чуть видно, и то не так хорошо, как хотелось бы. Ну, ладно. Спускаемся вниз и двигаем в камеру номер два. Отсюда я всегда, ребята, заходил наверх, да, на вот это вот секретное место. Но, как, посмотрите, что у нас теперь здесь. Теперь у нас здесь есть баскетбольная площадка, на которой мы к слову скоро с вами и придем, посмотрим. Итак, давайте глянем, что с секретным местом. Есть у нас секретное место или нет, потому что нам в любом случае понадобится эта синяя карта. Потому что что? Потому что мы будем с вами включать генератор. Так, о, все, мы пришли. Мы пришли, замечательно. Теперь забираем вот эту вот ключ-карту. Так, да. Оп, очки забирали, отлично. И теперь мы двигаемся с вами обратно. Так, ладно, не обратно. Пробуем еще раз. О, хотя бы с вот этой вот камерой хотя бы что-то видно. Так, мы взяли с вами. Как видите, там ничего абсолютно не изменилось. Ну и хрен с ней, с этим местом. Мы все равно там не часто бываем. Просто заходим туда. Так, здесь у нас еще одна комната. Какая-то комната допросов. Тут можно, ребята, наблюдать. Как видите, у нас здесь вот такой вот эффект интересный. То есть отсюда мы видим, да, что происходит. А отсюда не видим. Интересно, интересно. Итак, теперь у нас, ребята, есть вот такая вот вещичка. Мы можем открыть задний двор. И посмотреть, что же у нас там. Давайте выключим. Что у нас здесь, ребята? Здесь у нас баскетбольное кольцо. Здесь, я так полагаю, могут играть заключенные. Либо что-то в этом роде. И тут даже есть мяч баскетбольный, который можно взять. А ну-ка, давайте попробуем. Так, ну... Стоп. Что произошло? Так, я хочу попасть. Я хочу попасть, подожди. Такс, давай выше. Блин, даже выше не получается. Почему так сложно? А еще выше? О! Тихо. Еще. Тихо, тихо, тихо. Еще раз. Ну, давай, я должен попасть. Да почему ты попасть не можешь, ты дурачок? Ребята, это оказалось сложнее, чем я думал. Блин, все, ребята, мы попали, ура. Все, я баскетболиста, можете ставить лайк, кстати, ради этого. Итак, давайте глянем, смогут ли каким-то образом отсюда убежать преступники. Если смогут, то как? Давайте будем смотреть. Ну, тут прокопать точно нечего. Пройти здесь тоже мы никак не можем с вами, к сожалению. Но, я думаю, в принципе, если захотеть, то можно спокойно отсюда уйти. Ну, например, вот так. А, даже так нельзя. А что это такое? Ребят, посмотрите, тут... Это что такое? Да. Тут надпись какая-то должна появиться или что? А ну-ка, давайте попробуем закинуть. Может быть, тут что-то написано будет? Типа, мы выиграли, мы молодцы. Или нет? Ладно, хрен с ним, с этим баскетбольным мечом. Ладно, он как-то работает просто сверххреново. Ну, хорошо, давайте теперь глянем, что еще у нас нового изменилось здесь. Никаких тайных мест мы с вами здесь не видим. Ну, кроме, да, вот этой. Хотя, мне вот что-то кажется, может быть, где-то внутри здесь, может быть, будет какая-то секретная потайная лазейка. Но я пока что не вижу здесь ничего. Здесь нет, здесь нет. Так, ничего нет. Ладно. Окей, давайте теперь, ребята, проверим с вами вот эту вот мою теорию. Касательно, что если разработчики, да, начали изменять вот этот вот полицейский участок. Может быть, вот этот индикатор, который у нас под столом, может быть, он будет работать. Я предлагаю сегодня обойтись без мистери машин, потому что мы секреты с вами не проверяем сейчас, а просто кайфуем. И, я думаю, взять какую-то очень интересную тачку. Какую именно? Ну, давайте, давайте вот эту вот новенькую премиум машину. Страшную, у которой мне торчит вот эта вот корона. Ну, ладно. Давайте покрасим ее в черный цвет. Ставим 70, чтобы гнать просто. Потому что такая малышка должна гнать это 100%. Ребята, погнали. Офигеть. Выглядит суперски. Реально. Итак, едем. Едем, ребята, в генератор. Потому что там мы будем сейчас с вами включать вот этот генератор и смотреть, что будет. Итак, заезжаем. Аккуратненько. О, смотрите. Дождь у нас пошел. Это просто жесть. Мне показалось, что там наверху какой-то люк был. Мне уже, знаете, ребят, с этими секретами меня уже просто коробит. Я уже везде вижу какой-то секрет. И это начинает уже раздражать немного. Ну, ладно. Итак, давайте попробуем зайти внутрь. Отлично. У нас здесь без изменений. То есть обновления, которые выходили в Brookhaven, они не затронули пока что этот генератор. Так, давайте вводим пароль. Давайте. Влад Брайс. Ввели. Отлично. И включаем. Бамс. Мы включили. То есть у нас по факту должно что-то заработать. И у нас вроде как заработало. Но помимо этого, ребята, у нас эти индикаторы, которые у нас находятся, да, в каждой вот этой вот структуре, они у нас включились. Давайте глянем, что же произойдет в полицейском участке, если мы возьмем и включим эти генераторы. Ну, вот эти вот индикаторы. Точнее, они генераторы. Генератор там у нас один. Итак, заходим внутрь. Так. Что у нас здесь произошло? Ну, по факту вроде ничего. Горит зелененьким. А может быть сесть нужно? А тут как... Серьезно? Тут все это время была камера, я даже не знал. А почему мы ее переключать? А, потому что у меня... Да-да-да. Да-да-да, ребята. Смотрите, что у нас происходит. Понятно. Окей. То есть у нас тут вроде как ничего. Ничего у нас не работает. Что касается, ребята, на втором этаже. Давайте проверим. Там у нас есть секретка, ребята. Я вам сейчас эксклюзивно, максимально эксклюзивно покажу новую секретку, которая у нас здесь есть в Брукхейвен. Она находится здесь. То есть мы заходим. И видите, у нас новое, ребята, обновление вышло. И что-то изменилось. Вы спросите, а что изменилось? Посмотрите мое предыдущее видео. Точнее, не предыдущее видео, а видео, которое выходило, может быть, даже месяц назад. Где я исследовал новые секретки. И там, ребята, в полицейском участке, во-первых, у нас здесь был какой-то блок. Да, у нас здесь был блок. А во-вторых, у нас не было вот здесь прозрачно. То есть мы не видели, что внутри. А сейчас видим. Почему так? Почему? Что случилось? Зачем нам видеть вообще, что здесь внутри? И мне почему-то кажется, что здесь разработчики захотят добавить какой-то новый секрет. Которого мы еще с вами не видели и не знаем. Если такое реально будет, это будет суперски. Окей. Хорошо. На этом у нас интересности не заканчиваются. Сейчас я вам покажу еще одну интересную вещь, которую добавили в новом обновлении Брукхейвен. И выглядит оно так. Оно связано с вертолетом. Вы спросите, а что тут такого связано с вертолетом? А то, ребята, то, что мы... Сейчас давайте взлетим. Так, взлетаем. Отлично. А то, ребята, то, что у нас добавили новый, ребята, скин на вертолет. Что? Скин? У нас, ребята, милитари скин. Что это означает? Это означает, что у нас теперь есть военный вертолет. Обратите внимание, как он выглядит. Выглядит он довольно-таки очень-очень солидно. Посмотрите. Мне кажется, этот скин гораздо лучше, чем вообще все остальные. Потому что, если сравнить, например, с полицейским, да, с спасательным, с богатым-дорогим. Хотя, я не знаю, что здесь дорогого. Просто знак доллара, что ли, здесь? Странно, да? Но этот просто выглядит суперски. Во-первых, его очень тяжело увидеть, да, когда темно. Потому что он сливается с окружающей средой. Во-вторых, он выглядит реально крипово. Кстати, почему? Вы спросите, у нас милитари. Почему у нас добавили военный вертолет? А, ребята, я вам сейчас покажу. Кто не в курсе, у нас было, по-моему, обновление назад. Обнова, которую добавили, ребята, армию. Где у нас теперь есть армия в Брукхейвен. И вы могли спросить, а что, а как, а почему? А вот я вам сейчас и покажу. Смотрите, у нас здесь добавили, во-первых, так, оружие какое-то новое, да, или нет? Нет, 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 не оружие. Подождите, это я что-то уже не туда залез. Нас добавили, ребята, военные тачки. Посмотрите. Вот военная тачка, да, и джип, который у нас вот здесь находится. Вот такой вот военный джип, который не хочет ставиться, остановись. А, у нас кулдаун, кулдаун, ребята. И, видите, вот такую вот штуку. То есть мы еще даже можем стрелять, по сути, да, сверху. Так, давайте, видите. Но, к сожалению, оно не работает. К сожалению. Было бы классно, конечно, но не работает. И я подумал, что если у нас вот такая вот движуха с армией происходит в Брукхейвен, то, возможно, ребята, возможно, у нас появится новая военная база. Новая военная база, где и у нас будут какие-то интересности происходить. Это будет реально очень-очень страшно. А, кстати, хотите, я вам скажу, что еще страшно, ребята? Мое видео. Посмотрите, ребята, на новый формат видоса, где я играю в хоррор. Вот здесь, ребята, есть этот видосик. Обязательно его гляньте. Он очень интересный и очень смешной. Хотя я играю в страшную игру.